Девушки отдыхают 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 Война закончилась подписанием перемирия Иерусалим остался разделенным между евреями и арабами Демаркационные линии, появившиеся на новых картах, будут меняться с новыми воинами Силы обороны Израиля, закаленные в огне сражений, будут организованы в армию Которая на протяжении 50 лет станет определять ситуацию на Ближнем Востоке Это была очень тяжелая кровопролитная война Моя бригада понесла самые большие потери из всех бригад, которые воевали за независимость Это была самая длинная война с наибольшими потерями за всю историю государства Израиль Которая на протяжении 50 лет Что бросается в глаза в первый момент на призывном пункте в Тель-Авиве Так это чистота и полное отсутствие пьяных призывников, набитых как скот, в прокуренных помещениях Обстановка на советских, а затем российских призывных пунктах Сразу же отбивает всякую охоту служить в армии Даже у тех, кто считает себя патриотом В израильской же армии служат не только коренные израилетяне Но и репатрианты из России и других стран СНГ И менталитет у них наш, доморощенный Кстати, количество русскоязычных военнослужащих вместе с военнообязанными, то есть резервистами Составляют приблизительно 300 тысяч человек Всего же русскоязычных репатриантов в Израиле 1 миллион На призывной пункт приходят провожать всей семьей С друзьями и даже с домашними животными Во время Пасхи у многих защитников Родины из сумки выглядывают пластины мацы Сухого еврейского хлеба Правда, от голода на призывных пунктах, да и в самой армии никто не умирает А на первую побывку домой солдат приходит уже через 3 дня В каком бы подразделении, в каком бы уголке страны он не находился Это необходимые условия для психологической адаптации Человек должен привыкнуть к оружию Оружие должно привыкнуть к человеку Солдат с автоматом в банке, магазине, кинотеатре, ресторане Не вызывает страха у населения Напротив, уважение к человеку с ружьем в Израиле огромное В российской советской армии служили когда-нибудь? Нет Я там поступал в Суворовское училище И уехал сюда А в Суворовском училище уже прошел обучение какое-то? Нет, я только сдал экзамен вступный и уехал сюда Я закончил там институт внутренних дел Было немного наказанным положением Дисциплина, конечно, отличается По сравнению с тем, что здесь немного более, можно сказать, демократичная страна И с более свободным приказом даже не такое отношение У нас все приказы, то его не обсуждают и выполняют А здесь мало даже приказы некоторые на условия даже каких-то Свои условия ставят солдаты Мы оттуда уехали через неделю, оттуда слышали, похитили четырех солдат Это было в том месте, откуда Так, ООНовские войска, что стоят там, они ничего не делают вообще Они бегают от арабских солдат Я считаю, это пули летают над их головами Для Израиля даже это немного барьер Потому что арабские, не знаю, те же, как и из Вала, они стреляют Если наши попадут, например, в ООНовский, мне кажется, будет намного Обстановка сложнее для Израиля станет тогда Вот у тебя кресик православный, да? Да А вот это что такое? Это личные жетоны солдат Парни служат в армии три года Девушке один год и восемь месяцев При знакомстве на гражданке один из первых вопросов девушки Где и в каких войсках она служила Отсутствие военного опыта значительно снижает шансы израильской красавицы Занять место в сердце любимого парня Девушки, как правило, не занимают боевые должности Но они вполне могут быть инструкторами в учебных подразделениях танкистов А теперь еще и артиллеристов Но об этом чуть позже В армии идут 18 лет, сразу после окончания школы А продолжают учебу в вузах только после окончания службы Если девушка выходит замуж, она освобождается от службы в армии Но массового уклонения от службы нет В армии царит атмосфера демократии, что по нашим меркам нонсенс Солдат имеет право спорить и обсуждать приказы с офицером Правда, выполнить приказ он все равно обязан Офицеры в израильской армии носят ту же одежду, что и солдаты Разнят форму лишь только знаки отличия Итак, служба в армии обороны Израиля почетна во всех отношениях Не идут служить лишь по состоянию здоровья до представителей ортодоксальных религиозных общин Что вызывает в последнее время ожесточенные споры в израильском обществе У нас в России тоже есть определенная часть уклонистов, не желающие отдавать долг родине Не желающие брать в руки оружие из-за, в том числе, религиозных соображений В день, когда израильский новобранец попадает на призывной пункт Он тут же получает 100 шейкелей и телефонную карточку Затем ему выдают кредитную карточку с номером в банке Куда ему ежемесячно перечисляются денежные довольствия 300 шейкелей Это 75 долларов Учитывается семейное положение солдата, степень риска, уровень его подготовки За все это существует денежная надбавка Деньги солдат может тратить на свое усмотрение В израильской армии кормят очень хорошо Поэтому средства на еду не тратятся Чаще всего деньги идут на сигареты Раньше армия выдавала курева Но потом военачальники решили не травить бойцов собственными руками И запретили выдавать табачные изделия Алкоголь, вино положен солдатам только лишь в шаббат, выходные В остальные дни употребление спиртных напитков сурово карается Обязательная процедура на призывном пункте Снятие отпечатков пальцев Все данные заносятся в компьютер Далее Личное фото Фотографии верхней и нижней челюсти могут понадобиться в том случае Если погибшего солдата придется опознавать по вторичным признакам Ко вторичным признакам относится анализ пробы ДНК На войне невозможно ничего предсказать И в случае, если от солдата останется лишь, прости господи, мокрое место Включается система идентификации останков по молекулам ДНК Что позволяет установить личность погибшего Вообще смерть израильского солдата – событие экстраординарное Это единственное событие, заставляющее во всю мощь заработать машину военной цензуры Которая практически отсутствует в армии обороны Израиля Демократия здесь невообразимая И для журналистов при наличии военной аккредитации практически нет никаких запретов Военная цензура занимается в основном вопросом раскрытия каких-либо военных секретов И вообще тем, которые могут нанести ущерб безопасности страны То есть если журналист хочет опубликовать какую-либо информацию, которая является секретной Военная цензура займется тем, чтобы предотвратить публикацию этой информации Опять же, нет абсолютного запрета То есть журналист принесет свою статью военному цензору И это все будет решаться на уровне ведения, скажем так, переговоров Ценность жизни в свободном, в демократическом обществе, такой, как существует в Израиле Это самая большая ценность всех существующих Например, если, к сожалению, у нас случается какая-нибудь катастрофа, авария Или просто солдат гибнет в течение боевых действий И факт его гибели прежде всего сообщается его семье То есть представители армии вместе с врачом и с психологом Едут к его родителям И находят его родственников, которые находятся, например, за границей Таких есть очень много И сообщают им о том, что их близкий погиб И лишь после этого эта информация через пресс-службу армии Официально выходит в средства массовой информации У солдат армии обороны Израиля три жетона Один на шее, два других в армейских ботинках При себе всегда необходимо иметь мини-медицинскую карту Которую выдают здесь же, на призывном пункте В карте обязательно перечислены все болезни Прошлые и настоящие А также перечислены прививки от гепатита, менингита и столбняка Были случаи, когда по непонятной причине В карточке отсутствовала группа крови солдата Это не проблема В любой воинской части, хоть в пустыне на границе с Египтом Или Ливаном, хоть на голландских высотах Везде есть небольшие передвижные лаборатории Способные за две минуты установить группу крови Если солдат заболел, проблема начинается у командира Поэтому за потерю медицинской карты следует наказание На первый раз предупреждают У второй уже судит и на две недели отправляют в тюрьму В израильской армии нет гауптвахты Последний этап на призывном пункте получения формы Выдают три комплекта Для того, чтобы легче было менять Вне зависимости от условий службы Каждое утро солдат надевает чистый комплект формы Даже в полевых условиях форма обязательно стирается каждый день Вшей и других гадов, несмотря на жестокие климатические условия Летом жара и раскаленный песок А зимой грязь и повышенная влажность В Цахале, то есть армии обороны Израиля, нет В середине 50-х годов обстановка на Ближнем Востоке накалилась до предела В Египте произошел бескромный военный переворот К власти пришел Гамаль Абдель Насер Король Фарук скрылся в изгнании Стараясь стать лидером всего арабского мира Насер возглавляет войну против Израиля Непосредственной предпосылкой к началу Синайской войны 1956 года Стала продажа социалистической Чехословакии и Египту Большого количества советского современного оружия В том числе самолетов, танков, подводных лодок Весь Синайский полуостров превратился в мощную египетскую военную базу В октябре 1956 года было создано объединенное военное командование Египта, Иордании и Сирии Египетский правитель Насер и молодой король Иордании Хусейн Начинают уверенное движение вперед Цель – уничтожение израильского государства и утверждение арабского влияния на Ближнем Востоке Насер практически национализировал Суэцкий канал Когда же он забил до отказа оружием Синайский полуостров, стало ясно Война неизбежна 29 октября 1956 года после наступления темноты Около перевала Митла к востоку от Суэца был выброшен десантный батальон израильских парашютистов Тот, кто владеет этим перевалом, владеет подступами к стратегически важному Суэцкому каналу К утру бойцы-десантники окопались и готовы были встретить египтян Для того, чтобы выявить позиции египтян, один дерзкий израильский смельчак Решил проехать на джипе ко входу в ущелье Египетские позиции были обнаружены, но молодой солдат погиб Во время Синайской кампании израильская армия применяет в боевых действиях совершенно необычную тактику Противоречащую, на первый взгляд, всякой логике Так, высадить десант Синая с ограниченным запасом вооружения В окружении египетских войск, контролирующих все дороги, было серьезным, но, как потом оказалось, оправданным риском За 100 часов войны Израиль захватил весь Синайский полуостров Взяв под контроль Суэцкий канал, очистив от неприятелей сектор газа и открыв пролив Тирана для израильского флота В результате сражения египтяне оставили в пустыне сотни тысяч тонн всяческого оружия Израильтяне взяли в плен 5000 египетских солдат Этих военнопленных впоследствии обменяли на одного израильского солдата Казалось бы, война закончилась Если бы не вмешательство Англии и Франции, которые захотели установить собственный контроль в районе Суэцкого канала Они напали на порт Саи Вмот начались боевые действия, но уже с привлечением двух крупнейших европейских государств Возникла опасность Третьей мировой войны Генеральная ассамблея ООН потребовала от Англии и Франции прекратить боевые действия От Израиля вернуться к прежним границам Англия и Франция уступили Америка, поддерживавшая Израиль, запаниковала И Израиль под международным давлением также отступил В Газу и Шарман-Шейх вошли силы ООН для наблюдения за перемирием И для обеспечения свободы судоходства в Суэцком канале Угроза арабского нападения была временно устранена Путь через Тиранский пролив был свободен Склады вооружения египтяна Синаи были уничтожены Несмотря на то, что израильской армии пришлось отступить Основные цели войны были достигнуты Что же касается египетского правителя Насара Любимчика советского режима То он на родине стал национальным героем Который противостоял соединенной мощи империализма и сионизма Война 1956 года была частью большой операции Которая была спланирована в Великобритании и Франции Против режима Насара Мы сыграли меньшую роль в этой операции Эти девушки будущие инструкторы артиллеристки Через пару месяцев в их подчинении будут находиться солдаты боевых артиллерийских расчетов Служба этих девчонок практически не отличается от службы парней в похожих подразделениях Такие курсы девушек-инструкторов-артиллеристок Появились в Израиле впервые в условиях надвигающегося вооруженного конфликта Здесь, в этих песках, проходят суровые будни будущих защитниц земли обетованных Мы попали на эту базу в священный для всех молодых солдат день День присяги На чем держится израильская армия? Я думаю, что это сионизм Это идея сионизма? Да Я думаю, что это Потому что люди тут знают, что у них есть такое маленькое место, это их страна Если они не будут служить, просто не будут этой стороны Ничего не останется Вообще нету проблемы, я так понял, в Израиле слабо у пола Вас это немножко не смущает? Нет, во-первых, меня это не смущает Во-вторых, я делала только до сих пор до этой профессии в армии Я работала только с парнями, только с боевыми войсками И никогда это мне не мешало Никогда моим солдатам не мешало, что я была их командиром Когда у всех остальных были командиры парни и мужчины Мне не все так гладко, как это выглядит со стороны Мне не совсем это так Не все профессии девочки могут делать в армии Хотя бы сейчас Я не знаю, нужно ли, чтобы все профессии не делали Но есть профессии, которые лучше, чтобы делать девочки в армии Чтобы парни были действительно, где они должны быть В поле, на войне и так далее Девушек элиту израильской армии гоняет с утра до ночи В 5 утра подъем, пока нет жары Ведь летом в полдень столбик термометра поднимается до отметки 40 градусов тени После подъема зарядка Затем построение, что называется у нас утренней поверкой личного состава Затем завтрак После завтрака полигон на целый день под палящим солнцем И никаких послаблений Час занятия, 5 минут перерыва На обед 20 минут Здесь же, в полевых условиях Кто не успел, тот опоздал Обучение универсальное Разведка, ориентировка на местности Стрельба, метание гранат Умение маскироваться Обнаружение противника Первичные навыки самообороны Мы обратили внимание на то, что много времени Уделяется обучению и ведению боевых действий В экстремальных условиях, то есть в песках и горной местности Но все эти навыки для девушек Необходимы исключительно в оборонительном плане Поскольку израильский закон не позволяет девушкам принимать прямое участие в боевых действиях Для этого есть мужчины Военнообязанными считаются незамужние и бездетные девушки в возрасте от 18 до 26 лет Освобождение от военной службы получают те из них, которые заявляют, что не могут пройти службу в армии, поскольку они строго соблюдают религиозные заповеди Срок обязательной службы женщин 1 год и 8 месяцев Получившие офицерское звание служат на полгода дольше По окончании действительной службы женщины до 24 лет призываются на сборы Не хочется все-таки форму снять, так переодеться и дану ей эту армию, дану ей эту службу Ну побыть просто вот женщине уже на гражданке Я закончила армию, у меня будет другая одежда, я пойду в университет и все Но я должна была дать своей стране максимум, который я могла ей дать Это хотя бы эти 2-3 года Мне кажется, что я могу это делать лучше, чем, может, другие, даже парни, офицеры ПО RАДИО ПО РАДИО ПО РАДИО ПО РАДИО Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Египет и Сирии вновь были готовы вступить в войну. Неугомонный Наср концентрирует войска на Синайском полуострове. Египет добивается вывода ООНовских войск из региона и закрытия Тиранского пролива для Израиля. Этот пролив был единственным путем связывающим Израиль со странами Азии и Африки. Право Израиля на судоходство было подтверждено на конференции ООН. Но Наср, пользуясь поддержкой Советского Союза, сжимал кольцо военной блокады вокруг Израиля. Шестидневная война отразила всю остроту и драматизм отношений между Советским Союзом, поддерживавшим арабов, и Соединенными Штатами, симпатизировавшими, правда, не столь открыто Израилю. Два мира, две системы столкнулись на Ближнем Востоке. Тем временем король Иордания Хусейн, уверовав в непобедимость египетской армии, присоединился к Арабскому военному союзу. Это была его фатальная ошибка. Военные штабы Египта, Сирии, Ордания и Ирака координировали свои действия, определив военный план для каждой армии. У Израиля было 800 танков против полутора тысяч арабских. Соотношение самолетов было 300 против 500. Но израильская армия была лучше обучена. Во главе ее стояли военачальники, умевшие воевать. Альтернативой победы было полное уничтожение государства Израиля. Утром 5 июня 1967 года израильская авиация поднялась в небо для того, чтобы сразиться со всей мощью египетской армии. За считанные минуты израильские самолеты атаковали 11 египетских военных баз. Как раз в то время, когда египетские летчики совершали свой утренний намаз. Полное господство в воздухе решило исход шестидневной войны практически за один день. Наземным силам армия обороны Израиля осталось закончить то, что было так успешно начато в небе. В тот же день танковые колонны Израиля прошли весь Синайский полуостров и вышли к Суэцкому каналу. Мы разработали современную артиллерийскую систему, которая намного улучшила точность попадания наших артиллерийских снарядов. Мы построили наши танки дугой. Танки стояли на протяжении двух километров, что было достаточно необычно для всей танковой мировой науки. Это было новшество этой войны. Самое главное сражение шестидневной войны произошло в Иерусалиме, где пытались хозяйничать орданские и египетские войска. Бои в городе были упорными и сопровождались многочисленными жертвами мирного населения. 7 июня 1967 года Израиль объявил о том, что он полностью овладел Иерусалимом. Раненые и окровавленные израильские солдаты припадали к стене плача, святому месту для всех, евреев. За три дня боев Израиль захватил у Ордании большую часть западного берега. И Ордания стала просить о прекращении войны. Утру 10 июня израильская армия пошла на штурм сирийских позиций на голландских высотах. Сирийская линия обороны была разгромлена. Войска бежали, а Израиль захватил голланды и не выпускает их из своих рук и по сей день. После шестидневной войны Советский Союз разорвал отношения с Израилем. Таким образом добровольно передав Америке один из каналов влияния в ближневосточном регионе. На сегодняшний день армия обороны Израиля включает три вида вооруженных сил. Сухопутные, военно-воздушные и военно-морские. Генеральный штаб – высший командующий орган Израильской армии. Он имеет пять управлений, которые четко функционируют как в мирное, так и в военное время. Это оперативное управление планирования, службы тыла и технологий, управление личного состава и управление разведки, которое в особых условиях осуществляет цензуру и связь с военными атташе и военными советниками зарубежных стран. В середине 70-х разведку выделили в отдельный род войск под командованием главного офицера в чине бригадного генерала. В судный день 1973 года, когда евреи всего мира собирали в синагоги, Египет и Сирия напали на Израиль. Египетские войска вдохновил на подвиги новый правитель Анвар Саддат, в прошлом сочувствовавший нацистам. Израильские потери в начале войны были очень велики. Две с половиной тысячи погибших и около шести тысяч раненых. Израильская армия потеряла 50 боевых самолетов. Почти каждый израильтянин похоронил во время войны судного дня или друга, или родственника. Наша авиация не смогла противостоять мощным противовоздушным силам противника. Перелом в войне наступил в тот момент, когда израильская армия, форсировав Суэцкий канал, вступила в Египет, остановившись в 100 километрах от столицы древней цивилизации Каира. Солдаты-офицеры говорили, отдайте приказ, и мы пойдем дальше. На другом направлении, на голландских высотах, небольшая танковая группа, во главе с Авикдором Каалани, смогла сдержать продвижение, во много раз превосходящую ее тысячную группировку сирийских танков. Здесь, на Голланах, произошло самое крупномасштабное со времен Второй мировой войны танковое сражение. Если бы сирийцы прорвались в Галилею, Израиль потерпел бы поражение в этой войне. Ицхак Рабин позже станет главным миротворцем на Ближнем Востоке, но его судьба закончится трагически. Пуля Игала Амира, израильского религиозного фанатика-студента, оборвет жизнь человека, с чьим именем связывали мир в регионе. Война же судного дня закончилась возвратом Египта у Суэцкого канала. На этом настаивали американцы. Часть Синайского полуострова с ценными нефтяными месторождениями была также возвращена Египту в надежде на то, что Каир договорится с Тель-Авивом и предпочтет мир продолжению войны. В ноябре 1975 года на заседании Ассамблеи ООН представители Израиля Хайм Герцог публично рвет резолюцию Организации Объединенных Наций, приравнивающую сионизм к расизму. Это случилось ровно 15 лет тому назад. Я очень хорошо помню эти драматические моменты. Отец записал в своем дневнике, который мы опубликовали после его смерти, что он готовился к этому решительному бою. Это был бой антисемистской, негодной международной коалиции, которая пыталась превратить Израиль в пасынка международного сообщества. Ему отец искал акт, драматический акт. И в тот момент он вспомнил своего отца, раввина Герцога, который был главным раввином подмандатной Палестины, а затем и государства Израиль. Когда англичане издали распоряжение, запрещающее репатриацию евреев в Палестину, они назвали это распоряжение «белой книгой». Тогда раввин Герцог на демонстрации в Иерусалиме разорвал эту белую книгу на глазах у английских солдат. Мой отец решил поступить так же. Но он хранил это долго в тайне. В конце выступления в Организации Объединенных Наций он просто сказал, «Мы – еврейский народ. Мы – сплоченный народ. И мы относимся к этому документу как к негодному. В качестве примера я сделаю следующее. Ему отец разорвал эту резолюцию. Вы знаете, тогда это привело в замешательство весь мир. Это была самая настоящая драма». В 1977 году президент Египта Саддат принимает приглашение нового премьер-министра Израиля Минахема Бегина, сменившего на этом посту Голду Мейер, требовавший по утверждению западной прессы во время войны судного дня оснастить самолеты «Миражи и Фантомы» атомными бомбами. Саддат и Бегин жмут друг другу руки. А в 1979 году на лужайке у Белого дома в Вашингтоне президент США Джимми Картер радостно улыбался. Израиль и Египет наконец подписали мирное соглашение. Сейчас очень трудно оценить роль русскоязычных солдат, влившихся в ряды армии обороны Израиля. Армии, где нет дедовщины и землячества. Репатрианты из бывшего СССР, особенно те, кто прошел службу в рядах советской армии, пытались было привнести в израильские войска особый колорит нашей армейской службы. Но первые же попытки дедовщины были жестко пресечены, а зачинщики новых порядков оказались в тюрьме. Небольшая воюющая армия не может позволить себе роскоши разбираться с неуставными взаимоотношениями бойцов. Это деморализует личный состав, находящийся в постоянной боевой готовности. Это граница с Египтом уже. Часто очень стреляют. Обычно это ночью. Как бы мы не пытаемся в них попасть, мы пытаемся как бы испугать. Попасть рядом, они убегают. Обычно это дети, днем это дети, днем уже взрослые дети. Почему армия обороны Израиля не проводит, как это, например, принято в Чечне, операции по зачисткам различных населенных пунктов, где наверняка хранится оружие, где происходит скопление боевиков? Цель армии, цель нахождения армии здесь, это обеспечение безопасности израильских граждан, израильских поселений и движения израильских граждан. Мы прилагаем всяческие усилия для того, чтобы жители поселений израильских внутри сектора Газа чувствовали себя так же, как же чувствуют себя жители Тель-Авива. Соответственно, мы обеспечиваем безопасность перед движением, мы обеспечиваем безопасность поселений. Вместе с тем нужно действовать со здравым смыслом и понимать, что палестинская автономия – это палестинская автономия. И что мы прежде всего пытаемся реагировать, а не провоцировать ситуацию. И поэтому в соответствии с ситуацией мы выбираем те меры, которые мы хотим применить. Сегодня многие полагают, что нынешний конфликт начался после того, как лидер партии Ликут Ариэль Шарон чиркнул спичкой. Именно он с соратниками по партии посетил 28 сентября, в канун еврейского Нового года, Храмовую гору. Точнее, ту мусульманскую часть священного города, где в соответствии с некоторыми религиозными предписаниями равената иудеи обычно не появляются. Шарон решил напомнить палестинцам, что Храмовая гора находится под суверенитетом Израиля. В 1967 году, после аннексии Восточного Иерусалима, она была передана израильским правительством в ведение Исламского совета. Визит Шарона закончился стычкой арабов и евреев, а на следующий день, 29 сентября, после окончания пятничной молитвы на Храмовой горе, палестинцы атаковали израильскую полицию в старом городе. Позже, на западном берегу реки Иордан, в городе Рамале, палестинцы буквально разорвали на куски двух израильских солдат. Один из них был русскоязычным парнем. Убийцы обнаружили у него в кармане мобильный телефон. Во время пыток в палестинском полицейском участке телефон зазвонил. Звонила жена израильского солдата. Убийцы транслировали жене казнь солдата по телефону. Израиль вновь зажил ощущением войны. И если израильских солдат палестинцы вновь стали забрасывать камнями, то в адрес Ихуда Барака, боевого генерала, премьер-министра страны, полетели ядовитые стрелы оппозиции. Основной лозунг которой осенью 2000 года звучал лаконично-агрессивно. Дайте армии победить. Южный Ливан. В отличие от других войн, Израиль впервые столкнулся не с государством, а с террористической организацией, обосновавшейся на территории Южного Ливана. Со времен войны Израиля за независимость в Ливане осело 180 тысяч палестинских беженцев. После шестидневной войны 1967 года лагеря, где поселились эти беженцы, фактически оказались в руках террористов и были превращены ими в укрепленные базы подготовки вооруженных отрядов для нападений на Израиль. Террористов в Ливане поддерживала и вооружала Сирия. Долгие годы Ливан считался Швейцарией Ближнего Востока. Так, по крайней мере, нам внушала программа клуб кинопутешествий. Страна хорошо развивалась и хорошо принимала туристов, пока в нее не вошли изгнанные из Сирии и Ордании палестинские боевики Ясера Арафата. С территории Южного Ливана ракетами типа «Катюша» велись обстрелы израильских поселений. Террористическая исламская организация «Хезболва» отправляла своих инструкторов в палестинские лагеря для обучения боевиков. В ливанской кампании «Хезболла» играла ключевую роль. Сама же военная кампания была задумана израильтянами как молниеносная операция. Тогдашний министр обороны Арик Шарон заверил кабинет министров в том, что акция военных будет закончена за 48 часов. В 1994 году наш министр обороны Павел Грачев обещал разбить гнездо сепаратистов столицы Чечни Грозном за 24 часа. Очевидно, лавры израильских коллег не давали покоя российскому генералу. Что общего между событиями, которые происходят сегодня в Израиле, я имею в виду палестинскую проблему, с тем, что происходит в России, я имею в виду Чечню? Я думаю, что есть очень много общего. Российское общественное мнение столкнулось в последние годы с той проблемой, которая сопровождает Израиль со дня его создания. И это постоянная борьба с международным исламским экстремизмом, который находит свое выражение, к сожалению, в действиях и актах террора. Не только Чечня, Ферганская долина, взрывы в Москве, взрыв жилых домов, взрывы в подземных переходах, нападение на российское посольство в Бейруте – это все звенья одной цепи, одной цепи, которая называется международный исламский террор, и с которым бороться нужно не только Израилю и России, но, на мой взгляд, и всему мирому сообществу. Многочисленные теракты провоцируют армию к более решительным действиям, армию Израиля. Почему, на ваш взгляд, армия не действует решительно? Почему она до сих пор является неким барьером или кордоном между враждующими сторонами? Армия действует довольно решительно. То, что армия действует нерешительно, это не совсем точно. Мы наносим удары мощные, точечные. Мы стараемся избежать гражданские жертвы, но акты террора прекращаются, напряжение падает. И это, я думаю, результаты нашей очень кропотливой и очень точной, и очень хирургической борьбы с террором как внутри нашего государства, так и на палестинских территориях. Ливанская операция получила название «Мир Галилеи». 5 июня 1982 года армия обороны Израиля заняла города Тир и Сидон. Особенно сильные бои велись в окрестностях столицы Ливана – Бейрута. Результатом этой военной кампании стала эвакуация из Бейрута более 8 тысяч членов организации «Хезболла», которые получили убежище в других арабских странах. В Иордании, Ираке, Северном и Южном Йемене, Тунисе, Судане, Сирии и Алжире. В середине сентября 1982 года союзники Израиля, арабские христиане-фалангисты, учинили кровавую резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила на западных окраинах Бейрута. Были убиты сотни мужчин, женщин и детей. Тогда впервые общественное мнение Израиля стало требовать остановить бомбардировки Бейрута, стало требовать вернуть своих сыновей домой. То, что было в Южном Ливане, явилось как бы наглядным уроком для палестинцев, что они довольно успешно сегодня притворяют в жизни. Ливанская проблема была сугубо проблемой безопасности, она не была политической проблемой. В Израиле не было ни одной политической силы, которая бы предложила присоединить к Израилю Южный Ливан или создавать там еврейские поселения. И поскольку проблема Южного Ливана была проблемой безопасности, политики не должны были вмешиваться, наоборот, дать армии обеспечить безопасность любыми средствами. Этого, к сожалению, не произошло. И в этих тисках между всякими политическими давлениями, общественным мнением, к сожалению, армия действительно в конце концов была вынуждена вывести войска из Ливана, хотя я не уверен до сих пор, что это правильное решение. То есть, в принципе, вы сторонник последнего такого знаменитого лозунга в Израиле «Дайте армии победить». Можно так сказать? Безусловно. Я считаю, что сегодня наша армия является самой сильной, самой эффективной. И в армии существуют все варианты решения любых проблем. В тот момент, когда начинается вооруженный конфликт, необходимо дать армии все возможности для того, чтобы решить проблему, не для того, чтобы застревать, погрязать в этой проблеме. Первоначально планировалось еще 18 лет тому назад, что ливанская операция продлится 48 часов. Два дня. Но Менахим Бегин, бывший в то время премьер-министром, посчитал, что генералы ошибаются, и выделил 6 дней на эту операцию. Ведь за 6 дней мы разгромили 3 арабских армии в войне 1967 года. За 3 недели мы справились с необъявленной войной 1973 года, в которой участвовали миллион солдат и 6-7 тысяч танков. Сколько же нам нужно времени для кучки террористов? Это стало потом для нас трагедией. Каждый день перед домом Бегина стояли демонстранты и считали убитых. Когда число убитых достигло 650 человек, Бегин сказал, я больше не могу, я ухожу. Он закрылся дома, ни с кем не разговаривал. С тех пор прошло 15 лет, и мы получили еще 450 убитых. И тогда я сказал, это никогда не закончится, поэтому нужно срочно принимать решение и уйти из Ливана. После ливанской кампании, пожалуй, впервые в истории израильской армии, моральный дух ее бойцов стал ослабевать. Первыми, кто воспользовался этим обстоятельством, были палестинцы из сектора Газа и западного берега реки Иордан. Дерзкие арабы, которым было нечего терять, противостояли евреям в непрекращающихся боях. Подросткам с камнями в руках было наплевать на комендантский час. Началось палестинское восстание, интифады. Мы не хотим убивать, у нас только резиновые пули. Раньше палестинцы на этих территориях были пассивны, и вдруг они поняли, что у них есть права. Они убедили себя в том, что весь мир хочет их услышать. Среди палестинских подростков выросла целая плеяда телезвезд. Метатели камней снимали все телекомпании мира. Пацаны, кидающие камни вооруженных израильских солдат, вот символ свободной Палестины. К этому уже привыкли. В сентябре 1994 года наши войска также сначала забрасывались камнями в Чечне. Потом стали забрасываться гранатами. Израильская армия не применяет огнестрельного оружия, а только газ и резиновые пули. Резиновые пули и газ. Более того, если у солдата в мирном городе в патроннике автомата военный патруль обнаружат патрон, ему грозит тюрьма. Мы сравнивали действия солдат в секторе газа и на западном берегу с действиями наших бойцов в Чечне. Хотя такое сравнение весьма условное, но все же вряд ли наш спецназ стал бы церемониться с озверевшей и жаждующей крови толпой. Здесь же огонь на поражение позволяется открывать лишь только в том случае, когда в себя также стреляют из огнестрельного оружия. Стрельбу резиновыми пулями без предупреждения, покидающимся камнями и мишеням разрешили совсем недавно. До этого солдаты обязаны было сделать предупредительный выстрел в воздух. Я боюсь, что Чеченый сюда приедет, помогать. А может такой быть? Думаете, может такой быть? Поднимай, парочка! Ну ладно. Как дела? Счастливо вам. Отлично. Хорошо. Осторожно там. Давайте. Как служба? Служба, хорошо. Ну что здесь происходит? Что он может произойти? Каждый, как вы слышали, наявно. Каждый день будут балаганы. Дети, которые идут в школу, кидают камни. Ничего такого. Конечно, сейчас они завезли сюда своих снайперов, так они стреляют по нашим солдатам. Так, стрельба часто идет? Каждый день. Вот они целенаправленно прям по солдатам стреляют, да? Да, именно по солдатам. Или по автобусу, вмешившим автобус Иерусалим-Хеврон, который проходит здесь по столу. Они его обстреливают, я знаю, раз в неделю точно. То есть это уже не резиновая пуля, это уже... У нас вышка была наверху. Вышка была наверху здесь. Мы с этой вышки постоянно стреляли. Так вот как-то ночью они забрались, позавчера. Разобрали всю эту вышку. Стены сломали, все. У нас просто снайперы здесь не заметили. Если бы заметил, все будет. Арабские снайперы тоже есть, но мы же не знаем, где они. Вообще не обучены хорошо? Вообще есть это Танзил, то, что группировка это... Какая? Танзил называется. Обучены хорошо, в принципе? Обучены, в принципе, хорошо, да. У них тоже снайперы есть. Это Хеврон. Здесь мы наблюдали следующую картину. При появлении в арабской части города человека с видеокамерой молодежь активизируется. Старики, закончив молитву, отходят в сторону. Возникают люди в масках из террористической организации «Хамас» и подстрекают молодежь к решительным действиям. Женщины прячутся по домам. «Хамас» выполняет роль теневых организаторов всех беспорядков. Многочисленные теракты в Израиле также не обходятся без участия хамасовцев. Несколько чеченских полевых командиров в Чечне заявило о том, что готовы послать сюда своих бойцов. Готов ли «Хамас» принять помощь от чеченцев? Есть ли контакты с чеченской диаспорой? Палестинский народ в свое время собирал деньги в помощь чеченцам. И мы считаем, что чеченскую проблему, в общем-то, можно решить мирно. Нет различий между движением «Хамас» и чеченцами, которые сегодня воюют в Чечне. Я вот недавно слышал, как Хаттаб говорил о помощи палестинскому народу. И не только он, это же Интифада. Весь арабский мир будет нам помогать. Потому что арабы всегда против Израиля. У палестинцев очень много наемников, потому что очень мало наемников, потому что у них достаточно, если пользоваться таким ферменным, как людских материалов своих резервов, для того, чтобы сформировать часть. Они получают более сильную помощь и от Ирана, и от других арабских стран, и финансовую, и военной, получали на протяжении многого времени. У них намного более глубоко развита инфраструктура и государственная, и военная, и политическая, и разведывательная, в отличие от чеченцев. Проблема решения палестинского конфликта, она чисто политическая. Проблема решения чеченского конфликта, в отличие от палестинского, армия и Россия могут его решить на уровне террора и военных действий. Мы не можем уничтожить палестинское движение, мы не ставим такой целью, потому что это все равно находится за пределами государства, и чисто военными способами это невозможно сделать, не переходя к тотальной войне, о которой никто не хочет, ни мы, ни арабы. Январь 1991 года Ирак захватил нефтяной Кувейт. Больше всех обиделись американцы, но воевать в одиночку было нельзя. Это бы выглядело как агрессия. Поэтому заручились поддержкой ООН и создали коалицию с участием арабских государств. Саддам Хусейн объявил, что если его будут атаковать, то он сожжет пол Израиля. Ирак провел успешное испытание ракет «СКАД». Опасность химической войны нависла над регионом. Населению раздали противогазы. Подвалы домов расчищали от хлама, готовя бомбоубежище. Сейчас практически в каждом частном израильском доме есть подвал, оборудованный под бомбоубежище. Война началась в телевизионном эфире. Телекомпания CNN устроила шоу. Американские самолеты и корабельная артиллерия бомбили и уничтожали муляжи иракских танков и самолетов. Эйфория победы витала в воздухе. Из сообщений CNN создавалось ощущение, что иракская армия разбита в пух и прах. Дешевый пафос американцев чуть было не обошелся Израилю дорогой ценой. Саддам Хусейн выпустил по земле обетованно несколько ракет типа «СКАД», которые серьезного ряда не принесли, а наделали шума. Но психологический эффект сработал. Население занервничало. Чтобы успокоить израильтян, американцы привезли ракеты «Патриот», аналог наших С-300. Эти хлопушки, так прозвали в Израиле «Патриот», из 10 иракских «СКАДов», дай бог, сбивали одну. Все, что могли доброго сделать американцы, так это засечь через спутник слежения запуски «СКАДов». Эти данные передавались в Израиль. Объявлялась тревога за 5 минут до прилета снаряда. За это время всем нужно было войти в заранее подготовленную загерметизированную комнату, заклеить лентой дверь, надеть противогазы и слушать радио. Итак, люди сидели до сигнала отбоя. Обычно минут 10-20. В общем-то, конечно, идиотизм, но зато все были спокойны. 28 февраля 1991 года, после операции «Буря в пустыне», война закончилась. Израильская армия не успела показать себя во всей своей боевой красе, а израильское общество вновь было недовольным. Ведь зло в лице Саддама Хусейна вновь осталось без наказа. Особую роль в проведении так называемых войсковых операций играют израильские спецслужбы. Так, после жестокой расправы над еврейскими солдатами в палестинском полицейском участке, спецслужбы в течение 24 часов провели уникальную спецоперацию. Одно из подразделений МОСАДА, израильской разведки, переодевшись в арабские одежды, вошло в город Ромала и арестовало, заметьте, арестовало, а не расстреляло главных зачинщиков кровавой бойни. Через несколько дней террористы были предъявлены общественности, их показали по телевидению. Находились они в израильской тюрьме. Спецоперации МОСАДА проходят в разных концах страны практически каждый день. На палестинских территориях работают хорошо обученные профессионалы экстра-класса. Один бывший сотрудник МОСАДА рассказал нам о том, как спецподразделение, переодетое в платье арабских женщин, вошло в палестинское село. Собаки, учуяв запах чужаков, залились лаем. Тогда командир подразделения приказал бойцам вымазаться коровьими лепешками, дабы отбить у солдат запах пота. После этой несложной процедуры операция по захвату террористов прошла удачно. Прокол в таких случаях равен смерти. Так один из сотрудников МОСАДА в женской одежде проник на похороны члена экстремистской организации «Хамас». Офицер спецслужбы совершил ошибку, стоившую ему жизни. Переодетый в женщину, он прошел между двумя мужчинами и был разоблачен. Арабская женщина никогда не пройдет между двумя мужчинами. Грузинка. Скажи мне, что я грузинка. Как вас зовут? Тебе. Откуда вы? Я средняя. Папа, привет. Как вас зовут? Андрей. Откуда вообще из России? С Дальнего Востока. Юра. Спасибо, Юра. Удачи. Счастья. Спасибо. Служил в Запорожье. Ой, когда это было? Лет 13. Меня зовут Алексей Барбанель. Передаю всем, кто меня знает в Казахстане. Привет. Я еще здесь. Все нормально. Все будет хорошо. Израильская военщина. Этот термин давно ушел в прошлое. Нам есть чему поучиться у армии обороны Израиля. Нам есть чему поучиться у маленького государства, отстаивающего свои стратегические интересы. Даже если эти интересы противоречат устоявшемуся порядку вещей в полярном агрессивном мире. Уважение к собственной армии – это уважение к собственному дому, солдатским матерям, к памяти о людях, отстоявших свое честное имя и защитивших свою страну на полях сражений. В Израиле к ветеранам любой войны особое уважение. Эти люди все как один – герои. Может быть, поэтому в Израиле не так много наград. Орденов нет вовсе. Есть всего лишь три медали – за мужество и за участие в войне. И все. Все равны и генералы, и солдаты. И не в наградах дело. Каждый герой, погибший на фронте, должен быть похоронен на своей исторической родине. А родина одна – земля обетованная. Поэтому за одного погибшего еврейского солдата Израиль, не торгуясь, отдаст противнику всех военнопленных. Такие случаи в истории Израиля были. Никакая внутриполитическая ситуация в стране не заставит сегодня Израильскую армию принять участие в дворцовых играх, затейных любой партии. Армия не может быть правой или левой, красной или коричневой. У армии один цвет – цвет хаки. И одна функция – защищать. А если надо, воевать с неприятелем. Мы же дали Израильской армии много. Репатрианты, вернувшиеся на землю предков, закаленные кто в Советском Союзе, а кто в демократической России, Украине, Белоруссии, Прибалтике, рвутся на передовые позиции. Это особенности русского характера. Русского, потому что их все равно в Израиле считают русскими. Армию народ не боится, а любит. Это, пожалуй, главное достижение государства, постоянно находящегося в состоянии войны.